сейчас сижу сумку собираю решила взять с собой вышивку одну там же в поликлинике все равно придет сидеть что случилось телефон хочешь взять ты зарядное положила молодец все взяла ничего не забыла витаминки так и не будешь брать не хочешь все понятно короче решила я взять с собой вот такой процесс у меня на него есть сага на телефоне поэтому будет легко вышивать иголочки все еще сюда и иголочки магнит только я не буду брать с собой иголочки возьму и буду там сидеть вышивать у меня тут уже кстати одна бутылочка вот как вышла уже начата вторая я по саге этот процесс у меня как дорожный я если куда-то иду я его беру поэтому я его в этот раз тоже собой беру и собираю все что мне надо собирать с собой зарядные положила power bank взяла у меня телефона батарея стала очень быстрее садиться поэтому я нынче все как вы видели заказал power bank поэтому беру с собой зарядные на телефон на наушники наушники беру такие по дороге послушать можете им быть видео посмотреть и вот складываю все что мне надо унеси пожалуйста вот это не красится ничего не буду поэтому косметику у меня все что у меня вот в этой сумочке было остается оттуда я положу все другое и вот сижу сейчас перебираю проверяю документы перепроверяю еще раз такие мне надо с собой взять чтобы у меня было все готово потому что нам уже через час ехать у нас осталось по времени час через час нам уже есть поэтому сижу сейчас сумку собираю что марина ложись ложись пожалуйста спать время уже в десяти часам подходит ложись и все ладно дорогие мои хорошие буду я собираться если вам интересно поедете с нами я постараюсь что-нибудь поснимать беру ребята с собой еще вот такой вот экшн камеру поэтому будем с вами что-то пытаться снимать я на нее вообще редко редко очень редко снимаю но сейчас мне сына установил я уже давно говорила когда-то он не установил на компьютер редактор для того чтобы редактировать у меня одно видео даже уже выходило который я снимала вот на эту экшн камеру ну конечно качество чуть похуже но иногда телефон бывает что нужно или как-то это и вот будут поэтому беру ее с собой кстати на поставить ее тоже подзарядить у меня тут флешка стоит все стоит все это готово сумку готовую егоркин диплом аттестат освобождая сумку буду эту сумку брать с собой но у тебя готово будет уже хватать до хотели света устроить на работу никуда не можем устроить потому что сейчас нигде не берут несовершеннолетних детей раньше можно было или вот мороженом торговать или куда-нибудь в кафешку сейчас никуда не могу устроить ребенка мы пытались а света хотит на лето подзаработать у нее телефон вообще с аля улю можно сказать так и мы хотели я говорю ты не берегешь будешь сама зарабатывать быть ним пожалуйста вот это поэтому пытались ее устроить на работу но у нас мы сегодня даже центр занятости заходили спрашивали по поводу вакансии на работу сказали сейчас не берут таких детей никто не хочется отвечать за них работодатели тогда нам по-моему объяснили то что работодатель не хотят объяснить но ответственность да ответственность не хотят брать на себя поэтому они не берут несовершеннолетних детей я вот эту камеру там снимать но хорошо там видно было ладно мои хорошие буду собираться вы оставайтесь со мной вообще красивый закат а это не фотку так сходкой но пойди играет если красный закат то завтра тепло будет у нас как раз краска всем доброе утро вызвали таксиста им ждем а у нас такси вообще в другое место приехала мы не знаем где это находится короче говоря дурдом я перми не знаю поэтому для меня это тяжеловато не знаю сейчас будем как-то опять в другое такси звонить вызывать и до больницы добираться да катя устала ладно добираемся все ребят приехали на больницы сидим и ждем нам сказали прием 9 принимать а сейчас время 8 ну тут уже поэтому что ребята всем привет съездила я вчера фильм увезла я катю катю все положили больницу как вы видели он показывал что мы сидели ждали но дальше потом времени не было снимать оформила ее в палату в палату на там еще с одной девочка будет лежать все показала там не холодильник по сути есть продукты купила там че я взяла три яблока одну грушу три мандаринки связку банана потом колбаску копченую взяла сосиски взяла сок двух видов взяла и этот лимонад кола молоко вкус молоко взяла печеньки взяла конфетки за короче пока говорю до 12 до 12 мы с машей поедем маша поздоровайся до 12 числа мы с машей поедем первым и там же опять к ней зайдем что я вчера ребятишкам с перми привезла ребятишкам с перми привезла много подарков шоколадки они уже съели до складки уже съели а сейчас покажу какие игрушечки привезла ваня очень ждал что мама подарки привезет я когда зашла у меня сразу причем сходу спросил ты подарки привезла ягру привезла давай все ему никак мама где катя где чё а подарки короче показываем вот это вот пазлы этот который это отсюда убери пожалуйста все показываю подарок ну давайте начнем вот с таких вот кукол купила вчера вот таких вот кукол по 100 рублей и вот но они как бы такие резиновые крепкие прочные вроде бы кто какую выбрал рассказывай маша это чья это машина это оксанина оксана маша марина ну похоже чё сказать короче забирайте своих куколок дальше сегодня ильюша приехала ильюша привез вани вот такую машинку но это не просто машинка это машинка роботом делается но есть не буду делать но вот факт то что робот делается вот там вот видите робот такой человечек делается ваня очень понравилось держи ваня так дальше что я вани привезла вчера вот такую вот еще тоже взяла дешевенького вообще с копейки мне отдали его такой вот страшненький он последний был в упаковке конечно страшненькая но факт то что из остатков распродажи вот было остатков игрушек вот таких вот то что страшненькие рваные упаковки вмяты или что-то ну вот я взяла вот такой вот посмотрите какой он страшный реально смотрите какое лицо у него страшно но ваньке нравится играть таким вот человечкам и также вот такие вот тоже по распродаже были солдатике ванька любит таких солдатиков так вот такой вот один солдатик но они похожи по сути солдатик и два солдатик как ним еще два автомата там да оксана двигает и двигает вот такие вот тоже это все ребята вообще все что я купила, у меня все вышло по распродаже. Дальше. Лего были. В коробочках, конечно, но потеряли... А, это от какого? Это от... От Ваниного. От Ваниного, наверное, да? Нет, это от Машиного. От Машиного. Маша коробочку потеряла. Вот такое вот лего было дешевенькое. Так, это от какой коробочки? Вот у Вани коробочка, да? Вот у Вани коробочка сохранилась. И вот такая вот лего. Тоже. Ну, вот видите, коробки все рваные дра. Поэтому мы выкинули. Ну, вот, которые хорошие оставили. Дальше. Вот такое вот лего привезла. Там внутри коробочки. Они уже собирали их, но просто сложили в коробочку. Подожди, Ваня. А, Ваня робота делает. Видите, Ваня вот так вот показывает. Вот такой вот, короче говоря, робот какой-то. На, Машин, Ванечка. Дальше. Вот такое. Это чье лего? Это Оксана лего. Да. Вот такое-то интересное. Дальше давайте покажем пазлы. Оксана вот так как у нас любят единорогов. Я увидела по распродаже. Вы не срите на цену 80. Она мне отдала его за 30. Вот такой вот пазл. Тут, как бы, можно сказать, почти единорог, да, похож. Поэтому я взяла. Потом дальше. Вот этот вот пазл за 100 рублей был. Вот такой вот пазл. Так-то он подороже был немножко. И еще один пазл был я, Ваня, за 50 рублей взяла. Вот такой вот пазл. Короче, вот такие вот подарочки деткам привезла. Да. Крутой. Да. Крутой автомобиль. Сегодня он хотел с Ильюшей собирать этот пазл. Так что вот такие вот подарки деткам привезла. Детки довольные, счастливые. Давай вот сюда вот приберем просто. Ты все, Ванечка, на своих солдатиков убирай. Автоматы убирай. Лего. А, ты будешь играть, ну играй. Так что вот так. Хорошо, Марин. В целом у Кати все хорошо. Катю положили одну. Без мамы. Потому что она уже взрослая. И поэтому вот так вот. Сколько стоили билеты? В одну сторону у нас вышло 1600. Обратно это уже 792. Короче, 800 рублей обратно. С Машей поедем 12-го часа нам надо быть в Перми. Билеты я сейчас поеду 8-го числа куплю тоже заранее. Чтобы у нас было уже точное место. потому что кто его знает вдруг разберут все билеты. Поэтому вот так вот. Что еще сказать? Ну так-то в целом все нормально. Посмотрим что там исследуют. Я им объяснила ситуацию по поводу всего. Объяснила что бы мне больше хотелось бы ей обследовать. И вот врач сказала что все хорошо понятно в случае чего они мне позвонят. Я им оставила свой номер телефона и они мне позвонят. Сегодня ребят ничего не снимала. Я сегодня встала у меня такие головные боли. У меня всегда когда я в Перм съезжу потом сильные головные боли. И в оконцовке у меня давление 540. Я не могла просто. У меня голова сильно болела. Ну ничего вроде бы. Феликс там что-то ходит в Ванькином гараже. Мяргает. Марина прибери пожалуйста. Я сейчас заберу и больше тебе не дам их. Я заберу. Нет. Тогда убери в рюкзак. Марине дали мелочь. И она с этой мелочью ходит перед всеми. Тебя же было три монетки. Куда еще одна монетка делась? Она потеряла уже одну монетку. Зачем тогда таскала? Надо было положить, чтобы прижала. Ванечка, подожди, я тебе помогу. Ты так сломаешь. Ты ломаешь. Ваня, подожди, я сейчас сделаю. Так что вот так вот как-то у нас, ребят, дела. Тут Ванюшка. Ваня, не там вот здесь, спереди, вот сюда, смотри. Не получается мне дальше руку. Да, Ваня, всем привет машет. Ваня, довольно Ильюша дождался, да? Ильюша сегодня приехал. Да, тоже человечки там на коробочке. Ваня говорит, мама, еще вот таких потом мне купи. Но они любят вот такое лего. У нас целая банка лего. Сейчас я вам покажу. Видите, на окне целая банка большая лего, которые ребятки собирают из разных маленьких конструкторов. Так что, все, дорогие друзья, пойду кофе пить, буду монтировать на несколько дней, чтобы у меня видео очень много накопилось, надо смонтировать, выпустить вам, чтобы они уже все вышли. Пойду кофе попью. А так в целом вроде все хорошо. Конечно, домой приехала, дома пипец пардак. Вася! Вася Феликса обижает. Иди стукни Васю. Да. В коридоре. Вася постоянно обижает Феликса. Ваня ее ругает. Ладно, дорогие друзья, вот такие, ой, извините, не удержал вас. Вот такие вот у нас дела. Так-то в целом все хорошо, поэтому простите, что ничего не снимала, но сегодня, говорю, пока после перми у меня всегда вот так вот, поэтому это нормальное состояние, я привыкла к нему. Ладно, всем хорошего дня, хорошего настроения. Завтра начну снова снимать что-нибудь.